Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала ОМНИС-ТВ. В прямом эфире программа «Власть». С вами, как всегда, и ведущий Иван Фролов. Интерактивный вопрос нашей студии сегодня. Нужна ли остановка общественного транспорта на улице Калужской напротив дома номер один? В этом и во многом другом нам поможет разобраться гость сегодня в нашей программе, заместитель председателя ОМНИСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ Владимир Васильевич Новолокин. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте, добрый день, дорогие жители города. Владимир Васильевич, интерактивный вопрос я озвучил. Между прочим, это как раз попросил Владимир Васильевич поставить такой вопрос, так как он является членом ТОСа номер 38 и 39 в городе Обнинске. Я имею в виду районы. Владимир Васильевич, Вы являетесь заместителем председателя ОМНИСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ. И единственное, из депутатов работаете на освобожденной основе. Расскажите, пожалуйста, как строится работа с аппаратом представительного органа? И в чем заключаются повседневные вопросы, которые Вы решаете на этом уровне? Да, действительно, это так. Из 30 депутатов, теперь у меня есть 29 депутатов, которые у нас есть в городском собрании. Я единственный, который работаю на постоянной основе. То есть я единственный из депутатов, который получает не компенсацию заведения депутатской деятельности, а я получаю заработную плату. И я, естественно, выполняю функции не только депутата городского собрания. На меня, регламентом городского собрания, возложен еще целый ряд функций. Ну, своего рода должностная инструкция. Чем я занимаюсь? Ну, во-первых, координации деятельности работы комитетов и комиссии городского собрания. В городском собрании 5 комитетов у нас. Комитет по законодательству местному самоуправлению, комитет по бюджету финансов и налогов, по экономической политике, комитет по социальной политике, комитет по ЖКУ. Каждый из комитетов имеет свои вопросы ведения. И все документы, которые поступают в городское собрание после регистрации, они расписываются в комитеты по вопросам их ведения. А расписываете вы и заседания? Можно его дополнительно включить прямо в ходе заседания комитета. Вот это одно из направлений моей деятельности, то есть обеспечить четкую работу скоординированных всех комитетов. Следующее направление работы – это координация деятельности самого аппарата городского собрания. Аппарат городского собрания – это не только я как заместитель. Это управление делами городского собрания, это юридический отдел городского собрания, это бухгалтерия городского собрания и кадровое дело производства. И нужно сделать так, чтобы все четыре составляющие аппарата городского собрания работали как часовой механизм. Это нужно не для того, чтобы обеспечить именно работу аппарата городского собрания, но и прежде всего, чтобы обеспечить четкую работу депутатов городского собрания. Потому что большинство депутатов, да, наверное, все депутаты, все-таки обращаются в аппарат городского собрания, в управление делами. Очень часто обращаются депутаты по различным вопросам в юридический отдел. И вот дабы эта работа была четко организована, вот это тоже одна из моих функций – обеспечить работу городского собрания в целом и в интересах наших и депутатов, и избирателей. Следующее направление моей работы – это подготовка заседаний городского собрания. Вот после того, как вопросы, поступившие в городское собрание, были рассмотрены на заседаниях комитетов и вынесены депутатами комитета на официальное рассмотрение городского собрания, документ идет для прохождения антикоррупционной экспертизы, совет антикоррупционный решением городского собрания тоже я возглавляю. Дальше идет заседание президиума городского собрания, где уже обозначается повестка, сформированная из предложений комитетов. И уже после заседания президиума выносится официальная повестка на очередное заседание городского собрания. Но мало провести городское собрание, ведь там принимаются решения все-таки, и решения достаточно серьезные в большинстве своем. И я, как заместитель председателя городского собрания, еще и контролирую исполнение решений городского собрания. То есть у вас на контроле? Да, это контролирует аппарат городского собрания, но ответственность за эту работу, за контроль исполнения принятых решений возложена на меня. Следующий достаточно большой раздел работы, который я выполняю, это анализ обращений в городское собрание. Мы регистрируем все обращения и письменные, и устные, которые к нам поступают в городское собрание. Даже если бывают случаи, когда в городское собрание поступает какое-нибудь обращение, и оно вне компетенции городского собрания, мы его все равно регистрируем и отправляем уже из городского собрания по принадлежности для решения. И обязательно с припиской, что просим оповестить о принятом решении заявителя и информировать городское собрание. Вот это дежеквартально мы анализируем все поступления, характер этих обращений, количество обращений, динамику обращений, процент положительно решенных решений. И каждый месяц мы такую информацию вывешиваем на сайте городского собрания и рассылаем всем депутатам для сведения. В том числе мы и отслеживаем исполнение документов депутатами городского собрания. То есть уже по обращениям? По обращениям, да. Есть обращения не только в городское собрание в целом, есть обращения личные, депутату, например, Левакину, депутату Сухареву. И эти обращения, если аппарат отслеживает, что в течение месяца, который дается нам на рассмотрение обращения, ответ не дан, я лично звоню депутату, уважаемый товарищ, я вас прошу, а сами даем промежуточный ответ. Либо это по объективным причинам просто на вопрос трудно ответить, либо он где-то на рассмотрении в других инстанциях затерялся, но такая работа тоже проводится. Ну и безусловно, я веду работу, как и все депутаты, я веду прием по личным вопросам избирателей, прием у меня каждую среду с трех часов, причем я принимаю и по предварительной записи, и если кто-то приходит, и меня соединяют помощники по телефону. То есть я не делю избирателей по округам, я избирался от первого избирательного округа, но если ко мне приходит любой житель города Удминска, это мой избиратель, поэтому я никому не отказываю. Число... Ну конечно, но я же там на освобожденной основе все-таки. И вот вы понимаете, число обращений, оно разное из года в год. Вот за прошлый год это было чуть более 200 обращений, но вот я так прикинул, что в течение пяти лет вот работа на постоянной основе, мною было принято более тысячи избирателей. А вот процент положительно решенных вопросов, он не очень высок. Это где-то процентов, наверное, 15-17, потому что очень многие вопросы, которые даже вот на уровне из позиции городского собрания, решить либо невозможно, либо очень трудно. Ну с такими количествами вам свой блок пор открывать. Вот вы знаете, в принципе это небольшое количество обращений. Если посчитать на число рабочих дней, то это не такое уж и большое число обращений. Но вот на что бы я хотел обратить внимание в последнее время, изменился характер обращений. А с чем больше все-таки обращаются? А вот я вам скажу, что если я когда пришел после работы в больнице, то первые вот года два большинство обращений было связано ко мне именно с вопросами здравоохранения. И вопросы госпитализации, лечения, установления группы инвалидностей. Ну правильно, человек уже изнутри побывающего. Да, просто город меня знал как главного врача. И увидев меня как зампредседателя городского собрания депутата, конечно, вот масса людей пошли туда за помощью. А вот последние два года, особенно вот 2014 год, примечательно то, что изменился характер обращений. Сейчас очень много обращений связано с вопросами ЖКХ. Это и жалобы на управляющие компании, это и вопрос, связанный с оплатой ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов, на которые неоднозначные иногда ответы получают. Причем со всех уровней практически. Да, да, да. Я вот смотрел просто подборку ответа юриста по этому вопросу, и вы знаете, очень разноречивая информация, но может быть мы потом попозже об этом поговорим. А мы вернемся к этому, я заготовил вам такой вопрос. Понятно, понятно. И вот вопросы, связанные с благоустройством придомовых территорий, вопросы, связанные с оплатой ОДН, общедомовых расходов, вот этих вот начислений. Вопросов достаточно много. Но вопросы есть, но вопросы, в общем-то, стараемся мы решать. Вот это, в принципе, та работа, которую я выполняю, как заместитель председателя городского собрания. — Владимир Васильевич, знаю то, что вы отработали немалое количество времени в законодательном собрании. — Ну, было такое. — Вот. Сравнить можете, где легче, где лучше? — Во-первых, это несравнимые времена. Я был депутатом законодательного собрания с 1996 по 2000 год и с 2000 года по 2004 год. И тогда, когда я был в законодательном собрании, вот начиная с 1996 года, я был тогда главным врачом больницы, у нас самый проблемный вопрос был, вопрос финансирования. Тогда были и задержки заработной платы, и мы тогда имели огромную кредиторскую задолженность по коммунальным платежам, и в городе денег не было. И тогда все вопросы, вот, связанные с выплатой заработной платы, с покажением задолженности по кредиторке, вот это основные вопросы, которые приходилось решать. Но тогда были достаточно хорошо решены те вопросы, вот в области здравоохранения, которые сейчас появились. Это кадровые вопросы. Тогда была вышеукомплектованность кадрами, больше было молодых специалистов. Сейчас немножко изменились направления деятельности. Сказать, где трудно работать, где труднее работать, где легче. Вы знаете, если работаешь, то просто работаешь. И тогда я работал в интересах города, только отстаивал город уже на уровне, интересы города на уровне законодательного собрания Калужской области. Мы тогда ездили, согласовывали нормативы отчислений от налогов для города. Мы согласовывали субвенции областные для города. И вот эти все вопросы, в решении которых мне приходилось тогда участвовать. Сейчас эти вопросы, они тоже есть. И те же вопросы бюджетные. Но просто они решаются уже не на областном уровне, а на местном уровне. Ну понятно. Уважаемые телезрители, в гостях у нас сегодня заместитель и председатель Обнинского городского собрания Владимир Васильевич Наволокин. И свои вопросы вы можете задавать в прямом эфире. Наша программа по телефону студии 44-332, а также оставлять на сайте онлайн по адресу www.obnestv.ru. И мы с вами попробуем ответить и разобраться в ваших проблемах, в ваших вопросах. Владимир Васильевич, до окончания работы нынешнего созыва Обнинского городского собрания остается чуть менее полгода. Может быть чуть более полгода. По сути дела пройдет всего три официальных заседания. И хотел бы вас спросить с вашей стороны, как вы думаете, на чем все-таки стоит сделать акцент на предстоящих собраниях? Непонятно. Да, действительно, официальных заседаний у нас останется три. 28 апреля, потом мы в мае проводим заседания и в июне. И, конечно, вопросы, которые будут рассматриваться на заседании городского собрания, это будут и текущие вопросы, которые мы же годно рассматриваем. Но вот что бы я выделил сейчас из тех вопросов, которые, на мой взгляд, должны быть на особым контроле в городском собрании? Это первый вопрос, связанный с проведением праздника, посвященного 70-летию Победы. А это несомненно. Да, я думаю, что вот на уже апрельском заседании у нас есть контрольный час в начале каждого заседания. И мы, уже я внес это предложение в повестку дня, чтобы мы заслушали администрацию города о том, как идет, как проходит работа по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 70-летием Победы. Потому что все жители города знают, что сейчас идут большие работы по благоустройству у мемориала «Вечный огонь». Идут работы по реконструкции нашего фонтана. И в этом году до 9 мая должны быть выполнены работы по асфальтированию внутридворовых территорий по улице Победы. То есть вот эти все работы по благоустройству, они должны быть выполнены. Это даже не обсуждается. Но самое главное в этой работе, чтобы мы не забыли ни одного ветерана. Вот уже в городе было проведено два мероприятия в нашем городском Доме культуры, связанные с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, с вручением медалей. Очень трогательные моменты эти. И не все медали еще вручены. Многие просто не смогли прийти на эти мероприятия. И вот наша общая задача всех их городского собрания, администрации, военкомата в том числе, чтобы ни один ветеран Великой Отечественной войны не был забыт. Чтобы все получили внимание, все получили заботу. Вот это я считаю, что то мероприятие, которое у меня одно из первых на памяти. Следующее, конечно, все мы видим, в каком состоянии у нас дороги. Согласен. В прошлом году был достаточно выполнен большой объем работ ремонтных, не только на наших центральных медистралях, но и внутридворовых территориях. Но и все равно этого мало. И мы все видим, и автолюбители, и пешеходы, как только весна начинается, как только начинается таяние льда и снега. Вместе со снегом уходят и дороги. Так уже такая фраза появилась, что вместе со снегом, вместе с дождем уходит и асфальт. Объем ремонтных работ предстоит очень большой. И вот я знаю, что сейчас ведомство Лежнина Вячеслава Вячеславовича совместно с МПКХ должна быть проведена инвентаризация состояния дорог. А еще не проводили? Ее уже проводят. И уже по результатам инвентаризации будет составляться перечень улиц, участков дорог. Дефектная ведомость. Целого рода дефектная ведомость. И в каком объеме эти работы должны проводиться. Где необходимо сплошное покрытие менять, где с заменой бордюрного камня. Но мы никуда не уйдем от так называемого ямочного ремонта. Некоторые говорят, что это вроде как деньги на ветер. Но вот понимаете, это палка о двух концах. Если мы не будем проводить в городе ямочного ремонта... А ждать, когда полное полотно заменят, наверное, это да. То мы получим с вами такое число нареканий от тех же автолюбителей, автомобилистов. То мы просто вынуждены, город вынужден идти на то, чтобы вот постоянно... Вы видите, с какой регулярностью сейчас проводится ямочный ремонт с использованием вот этого литого асфальта. Технологии достаточно быстро. Идет фреза, сразу удаляются оттуда все крошки, заливается литой асфальт. И буквально там можно ездить сразу почти. То есть вот это второй вопрос, который мы, вероятнее всего, заслушаем в ходе контрольного часа уже в мае. — Леонид Васильевич, перебью вас. Спросить хотел случайно, если вдруг владеете информацией, бюджет города на 15-й год, в каком объеме заложены денежные средства на ремонт дорог? — Ну вот пока эта сумма озвучивается в 23 миллиона. Это очень мало, конечно. Это очень мало. Какие средства дополнительные мы получим из области, мы пока не знаем. Но поскольку этот вопрос важен для всех жителей города, мы, конечно, в ходе контрольного часа в мае мы его заслушаем. Я думаю, что вот у нас останется еще июньское заседание. Я думаю, что мы на контрольный час вынесем вопрос исполнения бюджета первого квартала этого года. Почему это важно? Вот такой один маленький штришок. Когда мы проводили встречу с губернатором Калужской области, Анатольевичем Артамоновым, депутатом городского собрания... — На закрытых дверях, когда не пускали средства массовой информации? — Да, это было пожелание Анатолия Дмитриевича, чтобы депутаты были более раскованные, чтобы они не стеснялись камеры прессы, чтобы, мало ли чего, что-нибудь лишнего не сболтнуть. Но такой вопрос был Анатолию Дмитриевичу задан депутатом Сухаревым. Он говорит, скажите, пожалуйста, Анатолий Дмитриевич, как идет исполнение и наполнение бюджета по первому кварталу, и каков ваш прогноз до конца 2015 года? Ответ был примерно так. Я не цитирую, но суть я не меняю. Что исполнение бюджета первого квартала идет трудно, а каков будет результат работы, будем смотреть. Я думаю, что наша ситуация в городе, наверное, не очень отличается от той, которая существует на уровне области. Поэтому я думаю, что будет очень уместно именно этот вопрос поставить в контрольный час на нашем июньском заседании. А так мы, конечно же, будем рассматривать все вопросы, которые у нас такие есть. Ежегодные вопросы исполнения бюджета, внесения изменений в бюджет города, текущие. Ну и вот сейчас много вопросов возникает, которые мы ежегодно практически рассмотрим. Они, конечно, все пойдут в работу. Владимир Васильевич, поговорить с вами хотел, как раз мы затронули в начале нашей беседы, тему об оплате капитального ремонта. Недавно один из депутатов городского собрания призвал, ну можно сказать, что призвал жителей не оплатить, а потом будем разбираться в суде и в прокуратуре, почему, в общем-то, это начисления идут. На ваш взгляд, как вы могли прокомментировать эту ситуацию сложившуюся? Вот и на мой взгляд, и с точки зрения законодательства, эти платежи должны быть обязательными. Еще в декабре 2012 года был принят 271 закон, который внес изменения в жилищный кодекс Российской Федерации и ряд других подзаконных законодательных актов Российской Федерации. И сделал вот эти платежи для собственников жилья, а мы являемся большинствуем собственниками жилья, обязательными. Эти платежи, первые квитанции, мы получили с вами за ноябрь прошлого года. До этого времени должен был быть создан фонд регионального оператора, открыт счет, фонд капитального ремонта. Жильцы на квартирных домах должны были определиться, куда они будут платить деньги, либо на счет регионального оператора, либо на спецсчет регионального оператора, либо на спецсчет собственной. Вот большинство домов, а теперь уже, наверное, все дома определились с этим, и платить нужно обязательно. Просто вот даже я когда смотрел комментарии у юристов, они обращают внимание, что, обратите внимание при покупке и продаже квартир, когда покупаете квартиру, смотрите, есть ли у владельца предыдущего квартиры задолженность по взносам по капитальному ремонту. В противном случае вместе с покупкой квартиры вы получите и долги. Покупаете и долги, собственно. Если мы уже эти долги пока еще не штрафуют за несвоевременную оплату, то тогда пойдут уже штрафы и пение, и суды. Вот не надо доводить население до судов, не надо им говорить, что не надо платить. Законодательство сегодня говорит однозначно, платить надо. И что, я вам скажу, меня радует. Вот первые цифры, которые приводились, они приводились на планерке у главы администрации, то у нас процент сбора этих средств был по убору удобности. Сначала чуть больше 50%, потом стал 62%. На увеличение. И вот идет на увеличение. И я сегодня спустился на первый этаж. У нас есть такой отдел по реализации жилищной политики Чернышова Вера Николаевна. И Вера Николаевна, дайте мне, пожалуйста, последние цифры. Какова у нас собираемость по марту этих платежей на капитальный ремонт? И жители очень интересуют, что вообще в области начинает что-нибудь делаться или нет по этому поводу. Она сказала, что... А сколько уже действует эта программа? Эта программа, она вот только началась. Буквально только началась. С нового года? С этого года, да. И вот Вера Николаевна сказала, что по марту уже процент сбора этих средств по капремонту превысил 92%, что очень хороший показатель. И она вот буквально сегодня мне дала цифры, что по 2015 году будут включены в эту программу 24 дома в городе Омнинске. И будет заменено 80 лифтов на сумму 140 миллионов рублей. Вот это самый такой, ну вот, злободневный вопрос. Очень много лифтов в жилых домах у нас выработали свой ресурс. С их продлением, их эксплуатацией были большие проблемы. И вот с этого и начинается это выполнение этой программы. Вот 24 дома, 80 лифтов, 140 миллионов рублей. По следующему году эта программа уже расширяется. Уже будет 39 домов включено в эту программу. Из них в 25 домах будут заменены 64 лифта. И уже пойдут работы по кровле, по фасадам и другие работы, которые включены в эту программу капитального ремонта. То есть говорить о том, что вот мы отдаем деньги региональному оператору в Калугу, и все это растворяется в Калуге и в области, и Омнинск ничего не получает, вот конкретные цифры, я их получил только сегодня утром, что по Омнинску эти работы тоже начались. Мне кажется, сейчас начнутся проблемы у обслуживающих компаний лифтов в Омнинске, так как их заменят, собственно, тарифы уменьшатся. Были бы деньги, был бы заказ. Я, наверное, думаю, что те же подрядчики и производители лифтов заинтересованы в том, чтобы у них было больше заказов и большие объемы работы. А то, что лифты менять надо, это же... Очевидно. Конечно. Зайди в любой подъезд. Конечно. Владимир Васильевич, поговорить хотел, но уже более кратко, не так развернуто. Важнейшие части вашей депутатской работы, на мой взгляд, спросить хотелось, что удалось вам лично сделать для ТОСа в 38-39 микрорайонах, состав которого вы входите как член ТОСа? Да, это действительно в апреле прошлого года на конференции я был избран в состав комитета ТОСа 38-39. Сказать, что лично мной сделано, я вот так вот не торопился заявлять. Просто были обращения по вопросам, которые долгое время не могли решиться. Например, асфальтирование внутридворовой территории, где Ленин, Курчатова, 54 дом, вот там старший по дому Людмила Николаевна Алексеевича, ну помогите, пожалуйста, много лет бьемся, а у нас транзитные линии. Вот удалось вместе с администрацией, нашим МПКХ, дополнительно найти 2 миллиона рублей, в том числе полученных в результате торгов, и в августе прошлого года заасфальтировать это. И второй вопрос, вот мелкие вопросы я обычно решаю по телефону, но вот такой серьезный вопрос, кстати, с которого вы начинали, это обустройство обстановок общественного транспорта по улице Калужской. Там оказалось не всего так просто, вроде бы как поставь вот он остановку, и пожалуйста тебе остановка. Пользуйтесь. И пользуйтесь, да. Нужно было сделать проект, нужно было сделать карман специально для заезда. Нашли инвестора, спонсора, который был согласен оплатить и проект, и сделать эти карманы, и поставить эти остановки. Но, к сожалению, не помешало сложившейся экономической ситуации. Ну, понятно. Надеемся, что в этом году все-таки получится реализовать ваши планы задуманные. С повестки дня не снимаю. С интерактивного вопроса 137 человек говорят о том, что да, необходима эта остановка. Ну, в общем, 32 человека говорят о том, что нет необходимости ее ставить. Ну, видимо, люди более не пользуются, так сказать, общественным транспортом. Наверное, в другой части города живут. Но раз 137 человек говорят, что нужна, значит, сконтроливают этот вопрос. С повестки дня снимать не будем. Ну, ясно. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала Обнинс ТВ программа «Власть». С вами, как всегда, был ее ведущий Иван Фролов. В гостях сегодня программой был заместитель председателя Обнинского городского собрания Владимир Васильевич Наволокин. Владимир Васильевич, спасибо огромное, что нашли время посетить нашу программу. Удачи вам в ваших начинаниях и успехов. Спасибо вам, Иван. Здоровья и удачи всем жителям города Обнинска. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин